Добрый день! В эфире Лавзона, где мы обсуждаем важные проблемы нашего общества. Сегодня мы обсудим проблему коррупции в контексте современного молдавского законодательства. И у нас в гостях находится Виталий Гайдажи, руководитель общественной организации «Медиа Берли» и Светлана Миронова, доктор политических наук. Добрый день, дорогие гости! Добрый день! Виталий, в последнее время на нашем сайте ЛавМД очень много материалов, очень много интервью на тему коррупции, борьбы с коррупцией, на тему предотвращения коррупции. С чем это связано? Как вы это объясняете, такой наплыв материалов? Ну, действительно, это так, потому что в последнее время мы стали писать больше о коррупции, но писать не о случаях, допустим, которые получают широкую огласку в средствах массовой информации, а, например, анализировали судебные решения в этой части. Мы делали сюжеты об открытости власти в конкретно взятых населенных пунктах, в том числе создавали определенный контент, который был направлен на молодежь, он был немного нестандартный с точки зрения журналистских материалов, в том числе делали подкасты в виде журналистики решений в области коррупции, и это связано с тем, что Медиа Берли реализует два проекта, связанных с антикоррупционными механизмами или действиями, и поэтому мы создавали контент, в том числе проводили исследования на опрос более тысячи жителей Гагаузии, где пытались выявить о том, какие государственные органы или организации являются, по мнению опрошенных самыми коррумпированными в Гагаузии, и знают ли люди, в чем отличие, например, взятки, подарка и так далее, и в том числе этот опрос должен был способствовать тому, чтобы эксперты смогли определить как минимум характер и причины, почему все-таки мы не можем противостоять большим объемам коррупции, которые есть сегодня в Молдове. Поэтому вот этот проект, в рамках которого было проведено исследование большое, в том числе и будет представлен общественности, анализ достаточно обширный о причинах и о том, что жители Гагаузии думают о коррупции, и на взгляд жителей Гагаузии, какие из государственных органов самые коррумпированные, был поддержан финансово правительством Швейцарии, и почему мы рассматривали в том числе и законодательные моменты, и в том числе изучали судебные решения в этой части, потому что, да, мы знаем, что Transparency International, это международная организация, определяет Молдову в 2022 году из 180 стран присвоила индекс, по-моему, 30 или 31. Это говорит о том, что у нас есть проблемы с коррупцией, но в то же время мы находимся где-то из 180 стран, которым присваивался этот индекс, где-то в середине, на 90-котом месте. С одной стороны, может показаться, что, да, у нас не так плохие дела, как в Сомали или еще в каких-то государствах, но в то же время мы понимаем, что для Молдовы проблема коррупции действительно является большой проблемой этого общества, потому что точно так же Transparency International считает, что коррупция – это проявление неэффективного государственного управления и неэффективности государственного аппарата. А под этим мы, естественно, что понимаем? Мы понимаем публичные финансы, мы понимаем администрирование налогов, которые уходят на содержание социальной сферы в государстве, в том числе на оказание услуг населению. Мы понимаем тарифы, мы знаем, что сегодня государство является регулятором тарифов на электричество и на газ, и мы знаем, какие, да, все являемся свидетелями, сколько много вопросов у населения, в том числе к формированию тарифов на тот же газ и электричество. И здесь есть определенные вопросы и к правительству, потому что если мы будем говорить об этом агентстве, которые регулируют тарифы на электричество и на газ, мы знаем, что они вроде бы являются государственными автономными органами, но в то же время содержат их те организации, чьи тарифы они призваны регулировать, потому что они отчисляют финансы из своего бюджета на содержание этого агентства. И это вот создает ряд вопросов, в том числе к управлению всеми процессами, расходованию средств и в том числе необратимости наказаний за преступления в области коррупции, потому что спектр преступлений в области коррупции достаточно широк, то есть он не понимается только лишь в плане того, чтобы дать взятку или еще что-то, потому что законодательство, и Светлана будет об этом говорить детальнее, потому что она специалист в этой области, поэтому все эти механизмы, в том числе действия гражданского общества и средств массовой информации, на мой взгляд, вряд ли решат проблему коррупции, давайте будем откровенны. Мы сегодня не можем брать на себя ответственности, говорить, что реализовав один-два проекта, проведя каких-то 10 мероприятий или еще что-то, что мы решим эту проблему. Это будет неправдой, потому что проблема на самом деле существует, наверное, с момента существования человечества в разных формах, просто чем больше меняется мир и время, тем больше приобретают новые формы, но мы должны способствовать тому, чтобы вырабатывать антикоррупционное чувство у жителей Гагрузии, потому что именно антикоррупционное воспитание и антикоррупционное невосприятие актов коррупции может в итоге привести к снижению этого явления, и в том числе, но если мы снизим процент коррупции, то возможно, что то, что мы хотим получать от государства, какие-то услуги, выплаты социального характера, что на это будет средств государства больше, в том числе, если они будут управляться без нарушения закона, допустим, те же процессы, связанные с государственными закупками. Насколько мне известно, как утверждают эксперты, законодательство в области антикоррупции очень богато, так скажем, с законами, которые помогают бороться с коррупцией, но насколько они эффективно работают сегодня? Как вы оцениваете эту эффективность молдавского законодательства в сфере борьбы с коррупцией? Ну, действительно, явление коррупции, противодействие ей является достаточно сложным процессом, достаточно острым процессом для республики Молдова. И если первоначально, со времени обретения независимости, может быть, у нас были такие небольшие, слабые попытки только отметить факт существования коррупции, допустим, закон 96-го года о противодействии коррупции, протекционизме, то уже в 2008 году появляются некоторые, скажем так, законодательные устремления в области предупреждения. И только после того, когда Республика Молдова четко встала на рельсы ассоциации с Европейским Союзом, и фактически Европейский Союз поставил условия для возможного вступления Молдовы в Европейский Союз, прежде всего, это тотальная ликвидация коррупции, то есть ее предупреждение всех действий на всех уровнях. Наверное, только в этом свете все-таки была совершена достаточно серьезная попытка переосмысления всего антикоррупционного законодательства. И уже ближе к 2017 году был разработан целый пакет фактически антикоррупционных законов, коим одним из них и стал закон о неподкупности. Обратите внимание, даже в понятии названия закона уже не звучит слово коррупция. Она достаточно скромно определяется как использование своей должности в частных интересах в рамках этого закона. Но зато уже определено достаточно много видов различной неподкупности. То есть что такое коррупция? Еще раз повторяю, что если это использование своей должности в каких-либо частных интересах, значит, это продвижение либо своих интересов, либо своих родных, либо кого-либо третьих лиц еще. Причем фактически используется то положение, которое занимает данный чиновник. Он продвигает чьи-то устремления, чьи-то интересы, естественно. И благодаря этому закону у нас сегодня определяется институциональная неподкупность, институциональность публичного, неподкупность в публичном секторе, политическая неподкупность, что достаточно важно в том числе и в свете выборов прежде всего, как прошедших в Гаузии, так и приближающихся всеобщих местных выборов. Почему? Потому что, к сожалению, мы знаем, что проявление коррупции здесь очень частые явления. Это и профессиональная неподкупность. То есть устанавливается главный тезис, что кем бы ты ни был, какое бы ты место ни занимал, ты должен выполнять свою работу строго в соответствии с теми должностными компетенциями, которые установлены твоей должностной инструкцией и законом прежде всего. Поэтому, конечно же, законодательство наше молдавское в целом на данный момент можно оценить по пятибалльной системе на пятерку, твердую пятерку, может быть, там с какими-то несколькими минусами. Другое явление, которое все-таки стоит отметить, это механизм. Механизм реализации. Почему? Потому что, ну, давайте скажем так, что, признаем, коррупция – это гидро. Отсекаешь одну голову, вырастает девять. Поэтому именно то, что Виталий отметил, необходимость антикоррупционного воспитания, необходимость четкого контроля за исполнением каждым чиновникам своих должностных обязанностей в соответствии с законом, это будет как раз тот механизм, который позволит нам все-таки приблизиться. Причем со стороны общества. Со стороны общества, конечно же. То есть принцип «Моя хата с краю, ничего не знаю», он просто-напросто нам не поможет. Почему? Потому что, в конце концов, на том месте, которое сегодня ты критикуешь, можешь оказаться ты сам, либо ты будешь участником вот этого антикоррупционного решения. И оно будет направлено против тебя, прежде всего. Когда наши жители это осознают, может быть, мы начнем несколько быстрее двигаться к той цели. Еще раз хочу сказать, что в принципе законодательство четко устанавливает такие принципы, как, допустим, повышение уровня ответственности органов публичной власти, конкретно каждого в отдельности государственного публичного служащего за свои решения, за принимаемые решения. Это повышение ответственности антикоррупционных органов. То есть мы можем сказать, что да, этот орган совершил какое-то правонарушение, а вот этот орган, допустим, Национальный центр по борьбе с коррупцией, должен довести до ума. То есть расследовать это правонарушение и привлечь к ответственности виновных лиц. Естественно, судебная система должна поддержать это решение, если там будут четкие доказательства совершения коррупционного преступления. Поэтому уровень профессионализма в этой сфере, в сфере выявления и привлечения к ответственности должен постоянно повышаться. Это совершенствование неподкупности в публичном секторе, предупреждение о коррупционном проявлении. И, наверное, на мой взгляд, самое важное, это прежде всего проявление нулевой толерантности к явлениям коррупции. Еще раз повторяю, что не стоит ждать, что кто-то придет, неважно, прокурор, иностранный и так далее, и наведет порядок до тех пор, пока каждый из нас не будет знать антикоррупционного законодательства, не будет требовать, чтобы ответственные органы действительно выполняли свою работу, мы будем сталкиваться с этими грехами. На ваш взгляд, в чем причина неработы законов? Это безответственность тех лиц, которые должны требовать, чтобы закон действовал, или это все-таки, опять же, коррупция, которые влияют на неразвитие всех этих дел и доведения их до конца. Ну, в вопросе как раз-то не зря было отмечено, что отсутствие хорошо оплачиваемых рабочих мест, например, высокий уровень бедности, они являются достаточно серьезной причиной проявления коррупционного поведения. Почему? То есть коррупционных признаков. Почему? Потому что человек, который пытается решить проблему, он ее уже пытается решить со всех сторон, в том числе и незаконных. Почему? Потому что ему кажется, что использование каких-то коррупционных моментов поможет ему в решении этого вопроса. Причем, кажется, в каком плане? Только это со мной, и нигде-нигде больше этого не происходит. Тем не менее, если мы берем массовость этого явления, то, конечно же, становится страшно. Страшно в каком плане? Что, допустим, незаконным решением о выделении того же земельного участка, например, запросившему его, пострадает какое-то другое лицо, которое в этом больше нуждается. Мы не всегда внимательны вот к последствиям того или иного решения, что оно касается не прежде всего только вот того заявителя или реально пострадавшего, оно касается всего общества. Первый момент. Второй момент, который здесь тоже нужно отметить, что тут это настолько старое, это уже явление, и, естественно, нельзя сказать, что одним махом мы его уничтожим абсолютно, одномоментно. Действительно, должно быть привыкание, должно быть постоянное действие по воспитанию вот этой вот нулевой терпимости, коррупции. Ну и, конечно же, это механизм, четкий механизм контроля и надзора за действиями чиновников всех видов органов власти, абсолютно всех, независимо это центральный, местный уровень власти. То есть практически, почему и включались действия, допустим, по тому, чтобы абсолютно каждый публичный служащий, советник и так далее публиковал в обязательном порядке декларацию о своих интересах, об имуществе, для того, чтобы то же самое общество, гражданское, называть его как хотите, но тем не менее, чтобы оно было внимательно. А действительно ли у него такие доходы? А действительно ли у него были возможности для того, чтобы получить то, что он сегодня имеет? И вот тогда общество и предъявит вопросы, откуда это у тебя, родимый? На какие средства, каким образом ты это все имеешь? Естественно, отказ в доверии на следующих выборах, минимум, скажем так, он минимум будет оплеухой для данного кандидата, скажем так, а максимум это привлечение уже к ответственности, к ответственности юридической, то есть здесь либо уголовная, либо дисциплинарная, либо еще и другие. Да, но можем ли мы ожидать от простых граждан нулевой толерантности к коррупции, когда, в принципе, очень часто они сами создают эту коррупцию, они приходят к врачу и обязательно там в карман могут протянуть столе, и врач может и не взять, но сам факт произошел факт. Но ожидать, конечно, мы можем, мы все хотим жить лучше, и я, и вы, и все жители Гагузии, но мы должны понимать, что, как и сказала Светлана, что коррупция имеет очень глубокие корни, и она возникла не сегодня и не вчера, поэтому она развивается и видоизменяется с тем, как и меняется общество. Поэтому сегодня важно, чтобы мы говорили об этом, чтобы мы доносили до людей, что должна быть нулевая толерантность, как определила Светлана термин, для того, чтобы выработать у людей антикоррупционное поведение. Тогда, возможно, мы не решим проблему коррупции, но мы, как минимум, приведем систему и ситуацию до того, что это будет осуждаться обществом. Если это будет осуждаться обществом, то, соответственно, возможно, что будут уменьшаться акты коррупции. Тогда у нас будет меньше желания решить свою проблему посредством какого-то подарка или нити-конверта тому или иному должностному лицу или педагогу, или представителю здравоохранения. Потому что мы же должны понимать, что проявление коррупции – это очень опасное явление, потому что оно, в первую очередь, что делает? Нарушает законность и справедливость. И мы должны понимать, что когда есть какие-то варианты, или мы ищем варианты для того, чтобы решить свой вопрос, то, в первую очередь, мы нарушаем законы этой страны. И в том числе не только законы, но и тот же элемент справедливости. Потому что человек, который столкнулся с такой же ситуацией, но не имеет связи и не имеет возможности, он будет нести ответственность согласно закону. А мы будем, кто-то пытается решить. Это первое. Второе – это наносит ущерб экономике. Потому что все деньги или даже чиновники, если скрывают свои доходы, если нарушаются какие-то процессы, связанные с государственными закупками, то эти деньги выводятся из экономики. Если какой-то предприниматель любыми путями получает какие-то сертификаты с точки зрения безопасности продуктов, то, в первую очередь, под что мы ставим опасность? Это мало того, что… Это безопасность здоровья. Это здоровье людей, потому что это связано с продуктами. Второе – это ухудшение качества оказываемых государственных услуг. Потому что чем больше мы можем решить посредством, допустим, как в советское время был модный… Ну, такой афоризм, что через задний двор гастронома, да, то есть решить какую-то проблему, то, естественно, что тогда качество услуг абсолютно государства не имеет мотивацию для того, чтобы улучшать систему предоставления государственных услуг. И давайте вот приведем пример. Мы помним, например, до реформы агентства, которое вот сейчас публичных услуг, да, и мы знаем, что, допустим, сегодня получить паспорт, мы можем… Разно мы можем получить за длительный срок, за одну цену, мы можем, если это нужно, срочно оплатить какой-то тариф, но, во всяком случае, здесь государство как минимум не просто сделало, а ликвидировало возможности для коррупции в этой части, потому что раньше нужно было как решить до этого агентства. Нужно было или кого-то заинтересовать, отблагодарить, иметь знакомых для того, чтобы получить там поскорее этот паспорт. Следующее, это, конечно, что… Я чуть выше говорил, потому что это вызывает ощущение беззаконности, ослабляет, вот о чем мы и говорим, доверие граждан к институтам власти и в том числе к законодательству в области коррупции, потому что, когда мы знаем, что ты нарушил правила дорожного движения, потому что ты был в алкогольном опьянении, но ты за определенную плату решил свою проблему, то мы… Естественно, что большинство жителей будет понимать, а зачем нам бояться закона и доверять государству, если мы можем там вместо 40 тысяч штрафа за вождение нетрезвого виде там уплатить 10 или 15 или 100 евро полицейскому, который тебя арестовал, и решить свой вопрос. И, конечно, это подразумевает безопасность и стабильность в стране, о чем мы и говорим. И доверие, что в итоге приводит к миграции, массовой миграции, к сожалению, населения. Поэтому ожидания, конечно, могут быть, но в первую очередь мы должны сосредоточить усилия, я имею в виду гражданское общество, публичные служащие, в том числе и журналисты, для того, чтобы все-таки способствовать вот к тому, чтобы мы в ближайшие годы, как минимум, пришли, если бы не к нулевой толерантности коррупции, то как минимум пришли бы там... Осознание того, что это неправильно. Виталий, вот на ваш взгляд, насколько эффективно законодательство сегодня борется с коррупцией в публичном секторе? Ну, Светлана говорила об этом, и думаю, что она больше может сказать в этой части. Я единственное могу сказать, что вот из нашей практики, что мы анализировали судебные решения последних лет, то мы увидели интересную тенденцию. Во-первых, нам было очень сложно журналистам в базе данных судебного портала найти решения, которые были вынесены по статьям Уголовного кодекса за привлечение активной и пассивной коррупции или преступления, которые предусмотрены в этом разделе Уголовного кодекса. Плюс выявилась еще одна важная тенденция, что дела такого рода в судебной инстанции застревают на очень много лет. И, как правило, вы, даже если вы очень большой специалист, как разбираться в этом судебном портале, вряд ли вы найдете много решений по этим статьям, потому что они застревают и проходят все круги возможной и невозможной судебной инстанции, потому что, как правило, там подключаются любые механизмы для того, чтобы как минимум замедлить судебное разбирательство или делать препятствия для скорейшего рассмотрения этих дел. Плюс еще одна важная тенденция – это то, что эти дела зачастую в процентах 80-90 переквалифицируются со статьи, в которой прокуратура, допустим, и антикоррупциями все подала это дело в суд. Но когда оно уже прошло апелляционную инстанцию, в высшую судебную палату, что может быть, что там статья, которая, допустим, за активную или пассивную коррупцию, она была, допустим, заменена на более легкое наказание, например, мошенничественно, или превышение должностных полномочий. И это говорит о том, что по итогу сама система создает эти препятствия, потому что у нас все-таки остаются вот эти бреши ментального характера. Потому что, как сказано, говорилось, законодательство предусматривает жестокость и необратимость наказания, но сама система не способна внедрить и имплементировать это наказание. Поэтому говорить об эффективности, ну, к сожалению, сегодня нужно констатировать, что эффективности нет. Если даже мы попытаемся вспомнить какие-то громкие дела, кто был осужден за коррупцию, ну, первое, что вспоминается у нас, да, это господин Влад Филат, премьер-министр, которого лишили иммунитета и арестовывали там на заседании парламента. Но мы знаем, чем это закончилось. А больше вы вспомните ли, допустим, какие-то такие вот громкие дела по поводу коррупции среди политического класса. А если мы даже вспомним, то это были только медийные выбросы, которые не были доведены до конца. И сколько бы ни говорили о тех или иных политиках, о политической коррупции, которая сейчас вот в последнее время нашла закрепление в законодательстве, мы же не вспомним и не увидим ни одного случая. Потому что эти все дела или ставятся на тормоза, и они... Или просто не хотят даже начинать. Каким-либо образом. Да, а зачастую это используется в целях политической борьбы и давления, и после этого дела не передаются в суд. Естественно, что у общества возникают вопросы. Почему вы обвиняли того или иного политика, если вы не передали дело в суд, если мы не увидели конкретного результата? Тогда зачем, простите за такое грубое выражение, но сотрясать воздуху или делать бурю в стакане воды, от того, что мы якобы боремся с коррупцией, а по сути мы в большей части будем откровенно, давайте будем говорить о том, что имитируется борьба с коррупцией. И мы это видим сегодня абсолютно очевидно, как в системе правосудия, как в системе прокуратуры. Мы видим, как парализовывалась на месяц работа высшей судебной палаты, только потому что то ли были попытки, то ли не были попытки. Мы видели, как были обвинения из-за прослушки, что министр юстиции вмешивался в процесс работы высшего субъекта, совета магистратуры, высшего совета прокуроров. И поэтому, естественно, что у гражданского общества и у простых граждан не просто впечатление, а абсолютно убежденность в том, что это все неэффективно, несмотря на то, что есть хорошие законы. Светлана, может быть, в связи с этой тенденцией есть необходимость ужесточить законодательство, или все-таки оно и так жесткое, но просто вот где-то что-то не работает? Вы знаете, если говорить об ужесточении, ну, я приведу, наверное, пример того же Китая, где расстреливают за совершение коррупционных преступлений. И тем не менее, они все равно есть. То есть мы не можем сказать, что только одним ужесточением мы добьемся справедливости и правды. К сожалению, нет. И история нам показала, что только через воспитание, только через привитие здоровых навыков возможно какое-то изменение. То есть все прекрасно знают, что да, есть ответственность. И они просто пытаются ее обойти, эту ответственность. То есть не довести до конца... То есть, может быть, законодательство позволяет обойти? Законодательство не позволяет. То есть имеется в виду, что если ты идешь по тому пути, который определяет государство, ты должен довести это до конца. То есть если мы говорим, допустим, о Национальном центре по борьбе с коррупцией, антикоррупционной прокуратуре, посмотрите, там продолжаются реформы. Ведь не зря, скажем так, мы, к сожалению, отмечены в том, что Молдова все-таки еще имеет коррупцию и достаточно немалую. И нам не зря уже несколько раз пригрозили пальчиком, что если мы так будем продолжать, то никакой евроинтеграции, естественно, нам не светит. Поэтому мы вынуждены каким-то образом реагировать, в том числе на плане действий органов центральной власти, естественно, вплоть до самых низших. Естественно, что в этом свете просто-напросто необходимо, может быть, сделать это более прозрачной. То есть, если мы заявили, допустим, орган, антикоррупционный орган заявил о том, что он выявил подозрение, следовательно, без, с учетом, естественно, соблюдения конфиденциальности принципа невиновности, мы просто-напросто называем, что в таком-то органе власти что-то есть. Дальше. Второй этап. Через определенное время. Что мы сделали? Подтвердилось, не подтвердилось? Если не подтвердилось, почему? Подтвердилось тоже аргументом. Чтобы общество видело, что идут какие-то конкретные активные действия. Опять же, на стадии, когда было подано, допустим, уже на рассмотрение судебными инстанциями, как часто совершаются те же судебные заседания, почему они затягиваются, почему происходит переквалификация, это все должно быть объяснено. Независимо, вот здесь вот самое главное, независимо от должностного положения или родственных связей подозреваемого, обвиняемого, подсудимого. Если мы обеспечим эту прозрачность, а то, что мы требуем, это в соответствии и с законным процессом прозрачности решения, и в том числе вот с различными стадиями процесса по привлечению к ответственности, я думаю, что у нас чуть лучше тоже будут обстоять дела, именно если обеспечим прозрачность. Другой вопрос, который здесь следует все-таки иметь в виду, это в том числе и независимость, самостоятельность правоохранительных органов для того, чтобы избежать давления на антикоррупционных прокуроров, допустим, чтобы действительно, как Виталий отметил, не использовался механизм привлечения к ответственности только оппонентов, оппонентов на пути к продвижению власти. У оппонентов должна быть возможность на защиту, реальная возможность, то есть не запугивать адвокатов, которые ведут то или иное дело, проводить публичные процессы, а не закрытые, потому что, в принципе, у нас очень маленький процент, по идее, должен быть закрытых заседаний, я имею в виду только тех, где рассматривается интимная личная тайна или государственная тайна. Коррупция не является государственной тайной, но наоборот представляет повышенный интерес. И вот этими, скажем так, действиями мы сможем снизить факты коррупционного поведения. На Ваш взгляд, есть ли какие-либо проблемы, либо недостатки в законодательстве, которые, по-вашему мнению, необходимо устранить для того, чтобы все-таки все это начало эффективно работать? У нас одно из, да, один из моментов, посмотрите, у нас практически по всему законодательству есть такое понятие «разумные сроки». Что такое «разумные сроки»? Нигде четко не определяется. Если мы здесь будем говорить с точки зрения антикоррупционного поведения, наверное, должны быть более жестко определены эти сроки. Должны быть более жестко определены этапы для рассмотрения. Должны быть четко определены, допустим, даже опубликования. У нас, к сожалению, не до конца налажен контроль за самими решениями, которые принимают органы публичной власти. Соответствуют тем же требованиям процесса прозрачности принятия решений, ну, например, опубликования на сайте той же примарии, в конце концов, проекта решения, опубликования тех предложений и рекомендаций, которые были принесены к этому проекту. Те же решения, окончательные решения, они соответствуют, не соответствуют закону. Если и было протестование, например, в госканцелярии, то почему, по каким причинам? Естественно, если это были незаконные причины, что мы сделали дальше? То есть, если мы обеспечим вот такой вот контроль и надзор, опять же, ситуация улучшится. Виталий, такой вопрос у меня к вам. По вашему мнению, какие социальные и психологические факторы могут влиять на уровень коррупционного поведения среди чиновников? Ну, мы говорили сегодня о том, что это, во-первых, отсутствие доверия к органам государственной власти, это неверие в эффективность и работу закона, потому что сегодня, когда чиновник чувствует свою безнаказанность, то он, соответственно, даже не будет обращать внимание о том, что есть законодательство, которое четко прописывает наказание за коррупцию. А плюс психологическими факторами является, конечно, бедность, потому что, если мы посмотрим результаты опроса, который проводился в рамках нашего проекта, то 93% опрошенных, а это считайте практически, нужно говорить о том, что примерно где-то такая цифра жителей Гагаузии считает, что за последние годы их жизнь в населенных пунктах ухудшилась, и только лишь 7% считает о том, что она улучшилась. И тогда мы понимаем, что в этом есть чисто психологические и социальные моменты, потому что, когда человек считает, что его жизнь ухудшилась, соответственно, это же не говорит о том, что мы только, допустим, чего-то недоедаем или не отнимаем какую-то вещь, но мы же оцениваем это с точки зрения совершенно другого комплекса каких-то потребностей, в том числе и от государственных услуг. Это и здравоохранение, это и образование, это в том числе и получение каких-то услуг, пособий со стороны государства. И здесь, естественно, что это является психологическим моментом, потому что чиновники, ну да, тоже или служащие сферы, которые признаются жителями одними из самыми острыми в коррупционности здравоохранения и образования, но ведь эти же люди живут в этом же социуме. И когда у них низкая зарплата, то естественно, что у них возникает в связи с безнаказанностью или ощущением того, что это безнаказанно, ощущают, появляются какие-то другие желания. В том числе, как бы, ну, где-то, да, мы помним, что сейчас в последнее время эта проблема стала менее острой, но, например, поборы в школах, да, сейчас и законодательство немного поменялось в этой части, нужно отдать должность, что и государственные органы немного провели разъяснительную работу через... И каждый раз напоминают различные показы. Но ведь эта же проблема была настолько острая. Несколько лет назад, да. И даже когда были введены эти родительские ассоциации, мы помним, как выдавалась разнарядка и говорили, что все должны там в первом сентябрю там, независимо от социального положения, сдать там по 400-500 ли были в учебных заведениях. Но мы же понимаем, что это были не что иное, как следствие вот этих проблем, которые в том числе увеличивали и давали возможность к поборам. Да, потому что ты мог решить вопрос с этим, ты мог прийти, например, в премарии, да, и, наверное, это сегодня работает, когда человек хочет получить социальную помощь со стороны государства, но и он, давайте, скажем, используем такое, может быть, не совсем литературное и эфирное слово, но подмазывает какого-то чиновника из социальной сферы для того, чтобы его включили в список, например, получателя социальной помощи. Хотим сказать, что этого нет, но это реальность нашей жизни, да, и мы знаем, что даже те премари, которые оказывают социальные услуги, например, там, выдают хлеб, по одиноким людям, мы знаем, что среди списка этих людей есть те, которые не очень остро нуждаются, да, то есть они же получили эти вещи только из-за того, что чиновники находятся в той же среде, как и жители, и они имеют те же проблемы, как и мы с вами, и те же потребности, как и мы с вами, поэтому проблема, на самом деле, вот она встречная, потому что и общество, и потому что чиновники, это тоже общество, это наши с вами, ну, соседи, люди, которые живут с нами в одних и тех же условиях, просто сегодня они выполняют одни функции, а мы там, допустим, пользуемся теми услугами, которые они представляют, поэтому на самом деле, да, это есть, и здесь чиновники в таких же условиях, на мой взгляд, как и люди, поэтому нужно просто больше об этом говорить для того, чтобы, как минимум, чтобы люди понимали, что за это есть ответственность, и даже если они чувствуют безнаказанность и неэффективность законодательства в этой части, то когда мы начнем понимать о том, что если мы сегодня решим свою проблему через какой-то блат или через какое-то знакомство, то мы этим самым, допустим, ну, лишим возможности, например, человека, который нуждается больше той же возможности получить социальную помощь, да, или мы хотим там попасть к врачу, не дождавшись там очереди, а возможно, что в этот период кто-то нуждался больше, и этот человек мог не получить свою временную медицинскую помощь, только потому, что у меня возникло, допустим, желание, да, не ждать очереди и решить свою проблему быстрее. Поэтому сегодня государство и создает возможности для электронного управления, Е-гуверинария, то есть электронное правительство. В чем основная задача? По максимуму сократить реальное общение чиновника с конкретным человеком. То есть человек обращается в электронной форме, его заявление, его обращение регистрируется автоматически, автоматически обрабатывается. Естественно, там быстрее, легче можно проследить, где на каком этапе случилась, скажем так, даже возможная ошибка, либо не случилась. Поэтому если мы сократим вот эти вот личностные общения, при всем том, что мы очень хотим, конечно же, общаться друг с другом, но не в этой сфере. То есть там, где мы можем просто попросить использовать должностное положение чиновника, вот эти сферы будут сокращаться именно путем электронного управления. То есть есть еще шансы? Да, конечно. Ну, мне кажется, что вот Виталий, пример Виталия, как он сказал, здесь, наверное, отсутствуют механизмы контроля, эффективные механизмы. Потому что если нет контроля, мы часто слышим, что счетная палата находит очень много нарушений, особенно со стороны исполкома. Они публикуются в экспресс-каноне, но в итоге эти вопросы не доходят до конца, то есть они не решаются. Но, Алла, здесь, наверное, как бы конгредируют за какие-то государственные органы и контролирующие, ну, я думаю, что не совсем, как бы, ну, будет корректно, потому что ситуация в стране, она одинаковая. Независимо от того, исполком это, или это примирение, Кишинева, Бельц, потому что у нас есть отсутствие нулевой толерантности коррупции. Само общество стимулирует эти вещи, потому что мы привыкли решить свои вопросы и зачастую мы не понимаем, что когда мы что-то видим в этом, какой-то просто подарок или благодарность, что это есть не что иное, как это есть взятка, и это есть акт коррупции. Потому что мы не только вовлекаем, не всегда же у нас педагоги, здравоохранение, полицейские просят взятку, да? Иногда мы сами пытаемся решить эти вопросы, а зачастую считаем, что это благодарность или обращение внимания, и тем самым мы создаем эти возможности. Поэтому вот здесь и кроются вот эти элементы, которые делают, снижают уровень эффективности законодательства. Потому что, ну, да, Молдова же все-таки, ну, вошла же в какое-то лидирующее положение с так называемым куматризмом, да? То есть чисто такое молдавское национальное явление и молдавское национальное изобретение, да? То есть куматризм. Советское изобретение на наше внимание? Ну, в Молдове это имеет особое значение, потому что страна маленькая. Здесь мы знаем, там, есть даже эта песня, там, «Но дечи, но куметри», там, 99 куметров. Ну, вот и представляете, в республике, где осталось миллион триста населения, где там, где каким-то узами родства. То есть, и можем ли мы здесь говорить о том, что проблема коррупции только в головах у чиновников? Потому что, если это вот национальная, скажем так, национальный спор, потому что психологически мы понимаем, что я позвоню там в свою куку, куметру, еще кому-то, решу свою проблему, потому что мне не надо ставить в очереди. Если мне нужно попасть к какому-то врачу, к кому-то специалисту, давай будем искать знакомых, через кого это сделать, которые нас порекомендуют. Но мы должны понимать, что это все имеет отношение к коррупции. Идут на каждом шагу. Здесь, наверное, важно еще отметить, что люди должны чуть меньше относиться субъективно и потребительски по отношению ко всем и понимать, что в нормальном обществе свободно моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. И тогда, возможно, что и восприятие будет другим. Потому что, если я буду понимать, что когда я буду пытаться пролезть без очереди к врачу, то, возможно, что кто-то нуждался в этот час, в этой помощи больше. И я могу в этот момент оказаться, допустим, причиной того, что человек, допустим, может получить сердечный приступ или что-то еще. Возможно это? Конечно. Потому что я занял время этого специалиста, когда к нему должен был попасть другой человек. Поэтому важны какие-то вещи менять ментально каждому из нас. Веселана, на ваш взгляд, какие лучшие практики может быть международного уровня, международный опыт мог бы быть использован для снижения коррупционного поведения, учитывая субъективные факторы Грузии? Повышение ответственности каждого чиновника. Обратите внимание, во многих развитых странах только задни подозрения, даже не доказанные, может быть, совершение какого-то коррупционного правонарушения, сам чиновник подает в отставку. Почему? Потому что в обществе разворачивается такая медийная кампания, что он больше, есть сомнения дальше в его неподкупности, в его профессионализме, следовательно, он больше в этой сфере работать вообще не может. Это и Всемирный банк и много-много других, и в той же Европейской комиссии и так далее. То есть контроль, еще раз повторяем, контроль со стороны общества, он как раз-то не позволит такому чиновнику дальше вести какую-то деятельность по подрыву устоев общества. Мы не будем сейчас брать китайскую практику с расстрелами, причем медленно, да. Ну, это тоже опыт, тоже практика. Ну, от этого в Китае меньше воровать не стали. Ну, там, извините за... Я вот просто вспомнил, что в отчете мы указывали некоторые примеры европейских стран, и хотел бы там сакцентировать внимание. Например, вот Швеция считается одной из наименее коррумпированных стран в мире, и успех был достигнут благодаря прозрачной системе государственного управления и строгим антикоррупционным законам. В Норвегии, если мы говорим о причинах, почему низкая коррумпированность, это связано с открытыми прозрачным правительством строгими нормами. Эстония, это улучшенное государственное управление в борьбе с коррупцией. Германия, это ужесточение мер и открытость правительства. И в Сингапуре это нулевая толерантность к коррупции. И в то же время меры по открытости правительства. То есть, мы приходим к выводу, чем меньше серых зон, и меньше того, чтобы чиновники государственного органа власти скрывают какую-то информацию, тем меньше причин для коррупции. Потому что, когда вы четко понимаете, что получить лицензию, вам нужно представить паспорт, такое-такое разрешение, то вы не будете искать задних гонок-строномов. В Грузии стеклянные кабинеты в инспекторатах полиции. Понимаете? То есть, вот этим должно заниматься правительство и парламент. Они написали хорошие законы, теперь важно имплементировать их. А имплементировать их можно и использовать только тогда, когда само правительство и первые лица государства будут открыты в своей деятельности. А когда мы видим, что, допустим, закупка государственным предприятием, да, газа, является засекреченной информацией. Когда мы видим, что закупка электроэнергии является засекреченной информацией. и так далее, и так далее. И у нас возникают вопросы, когда мы понимаем, что увеличивается в условиях войны в Украине увеличиваются расходы на оборону. Когда мы видим, что Молдова становится членом разных военных учений и военной помощи других стран. Я сейчас не политизирую этот вопрос, но все эти вопросы у нас закрыты для общества и не объясняются. И это создает кучу вопросов, в том числе к формированию тарифов, почему мы платили за газ 30, почему его покупали меньше. И сегодня к этому государственному предприятию и к власти очень много вопросов. Только из-за того, что власть в один момент решила, что она должна засекретить условия закупок. То есть я всегда говорил иногда своим коллегам, потому что в журналистике тоже бывает часто, что мы там боимся, что утечет какая-то информация, еще что-то, но я всегда говорю, что чем меньше у вас секретов, тем меньше у вас опасений на то, что вы будете подвергнуты какому-то психологическому давлению или каким-то там гонениям или попыткам взлома и дугост. Поэтому чем открытие, тем меньше будет проблем. Ну, очень радует то, что есть примеры в мире, которые могут помочь нам точно так же повлиять на развитие коррупции и на этой, так скажем, позитивной ноте мы заканчиваем нашу программу. Спасибо вам, Светлана и Виталий, что вы были сегодня с нами и мы на самом деле обсудили очень важные моменты, очень важные вопросы, которые, конечно, влияют на развитие экономики в целом, влияют на развитие в принципе ментальности у людей и на развитие нашего общества и будущего нашего общества. Дорогие телезрители, с вами была программа LoveZone. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь с нами и хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях были эксперты, руководитель АОМИДИА Берли Виталий Гайдержи и доктор политических наук Светлана Миронова. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»